МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы беседуем с Еленой Петренко, заместителем министра имущественных отношений региона, и Виктором Мингалевым, заместителем генерального директора Край теплоэнерго. Елена Васильевна, Виктор Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, я предлагаю нашу тему начать все-таки с обсуждения самого актуального. Актуальное звучит очень просто. Тепло в домах. Елена Васильевна, Виктору Георгиевичу первое слово предоставим, потому что, думаю, ему по профилю деятельности вопрос все-таки прям в канву попадает. Виктор Георгиевич, ну что нашим ставропольцам объяснить о теплообеспечении нашего жилищного фонда в Ставропольском крае. Как вообще происходит процедура продления отопительного сезона, и почему так много вопросов сейчас возникло? Ну, в настоящее время, значит, к нам не поступило ни одного заявления обращения от жителей Ставропольского края, в связи с тем, что многие котельные у нас до сих пор продолжают работать. Значит, были обращения главы администрации, заведующих детских садов, школ, директоров школ о продлении отопительного сезона. Там, где были обращения и гарантии об оплате за потребленную тепловую энергию, значит, котельные края теплоэнерго до настоящего времени работают. Вот. Порядка до 20 мая проработают. Если температура наружного воздуха будет выше, вот, более 8 градусов в ночное время, в этом случае только после этого прекратим поставку тепловой энергии. Это что касается сезонных котельных. Круглогодичные котельные у нас будут работать в полном цикле, продолжая обеспечивать и тепловую энергию, и горячим водоснабжением потребителей Ставропольского края. Самый популярный, по-моему, мэм, который по интернетам растекся, это когда ситуация с похолоданием в Ставропольском крае стала популярной, и танцующие люди, и подпись, люди с индивидуальным отоплением. Просто очень счастливы были, что у них-то и свой котел есть. Вообще, беседы в актуальном интервью мы с гостями проводим по схеме от общего к частному. И так как сегодня у нас представители и имущественных отношений, Крайотеплоэнерго предлагаю, как раз, Кирилл Васильевна, наверное, с вас вот эту общую картину ситуации с теплом в нашем крае обрисовать. Вообще, объяснить сначала нашим телезрителям, по какой госпрограмме работает в области обсуждаемой нами с вами темой сегодня Министерства имущественных отношений, и какие основные госпредприятия под его управлением находятся. Расскажите нам, пожалуйста. Государственная программа Ставропольского края управления имуществом, разработана непосредственно для осуществления социально-экономического развития нашего региона. Основной задачей, поставленной перед Министерством имущественных отношений Ставропольского края и нашими подведомственными учреждениями, является непосредственно поступление годового плана дохода от использования объектов движимого и недвижимого имущества. Для этого на сегодняшний день разработан целый ряд мероприятий. Так, наиболее актуальным и значимым является направление развития аптечной сети, государственных аптек в нашем регионе, а также пополнение розничной сети необходимыми лекарственными препаратами. Данные функции возложены на наше подведомственное учреждение Ставрополь-Фармацея. В настоящее время в структуру Ставрополь-Фармацея входят 72 аптечных подразделения и один аптечный склад. По завершению процесса реорганизации по состоянию на 1 января 2023 года планируется создание уже 112 аптечных подразделений, которые будут находиться практически во всех муниципальных округах нашего Ставропольского края. Следует отметить, что именно сеть государственных аптек, это порядка 80%, приходится на отдаленные сельские местности, где за исключением государственной аптечной сети, к сожалению, нет иных других аптечных организаций и любой другой формы собственности. Также под управлением Министерства имущественных отношений Ставропольского края находятся два крупнейших энергоснабжающих предприятия. Это Ставрополь-Коммун-Электро и Став-Электросеть. Данные предприятия представляют собой две руки одного процесса. Это поставка до потребителя электричества. Наша снабжающая организация Ставрополь-Коммун-Электро, она осуществляет непосредственно контроль за своевременностью поступления денежных средств за поставленную продукцию. Данные денежные средства уже частично используются для реализации инвестиционных программ нашего региона. Ставрополь-Электросеть осуществляет непосредственно подключение уже новых абонентов и, соответственно, увеличивает выручку данных двух предприятий. Сегодня хотелось бы, к слову, о реализации инвестиционных программ уделить особое внимание нашему подведомственному государственному унитарному предприятию «Край Теплоэнерго», которое является на сегодняшний день крупнейшим поставщиком тепла в нашем регионе. Виктор Юрьевич, ну как раз ваш, скажем так, огород, вот этот заброшен камень. Рассказать о реализации инвест-программы в «Край Теплоэнерго» нашего края. Скажите просто поподробнее и вообще цели, результаты, задачи, которые стоят. Самые основные тезисы. Ну смотрите, у нас отопительный сезон, 21-22 год, он прошел без аварий, серьезных аварий. То есть были незначительные отключения электроэнергии периодически, в связи с чем был останов котельных, но для длительного останова у нас используются дизельные электростанции, которые мы подключаем, так что перерывов на теплоснабжение потребителей практически не сказывается. Но были более серьезные порывы тепловых сетей, авария была у нас в Невиномыске, в связи с чем, значит, аварийные бригады у нас в сроки, уложили сроки по ликвидации аварийной ситуации в городе Невиномыске, в связи с тем, что сети были построены в 1967 году, эксплуатируются очень давно, они отработали свой ресурс, в связи с этим у нас жесткий контроль за городом Невиномыском, стараемся поддерживать все в работоспособном состоянии. В настоящее время по окончанию отопительных некоторых сезонных котельных, которые у нас отключились, сейчас будут проводиться у нас гидравлические испытания тепловых сетей, а у нас где-то порядка 615 километров тепловых сетей и 605 котельных по Ставропольскому краю. Это 25 районов Ставропольского края, которые мы обеспечиваем полностью тепловой энергией. В Кротеплоэнерго также разработана инвестиционная программа 2019-2023 года, которую мы постепенно исполняем. На этот год у нас инвестиционная программа заключена на 5 котельных, где подразумевается реконструкция 5 котельных и приобретение спецтехники. На 20 где-то в пределах 25 миллионов это на реконструкцию котельных и порядка 15 миллионов приобретение спецтехники непосредственно для филиалов. Так как в Кротеплоэнерго путем реорганизации в соответствии с 113 краевым законом присоединены дополнительно еще у нас и Курской район, Степновский район, город Железноводск присоединен, город Георгиевск, Кочубеевский район. То есть эти все районы присоединены. У нас образованы филиалы. Всего 16 филиалов по Ставропольскому краю, которые обеспечивают тепловой энергией. В настоящее время что проводится? По городу Невиномыску, благодаря поддержке губернатора Ставропольского края, а также и краевых органов власти, нам выделено бюджетное финансирование. В соответствии с чем мы проводим реконструкцию тепловых магистральных сетей от НГРЭС, Невиномысской ГРЭС, это ПАО НЛ России. Это порядка 80 километров тепловых сетей, но выделено 107 миллионов, в соответствии с которым мы закупили уже материалы, значит, закупили трубную продукцию, запорную арматуру. В соответствии с чем мы в настоящее время уже работы проводятся по замене тепловых сетей без отключения потребителей. Отключения будут проведены только в период профилактических работ. То есть когда мы будем останавливать, мы сделаем переключение со старых сетей на новые сети, вот порядка двух километров реконструкции тепловых сетей. Планируем мы закончить это до 30 июня 2022 года. То есть эта программа очень большая и длительная, вот, поэтому потихоньку по Ставропольскому краю у нас в планах стоит полностью подготовить, вот 605 котельных подготовить, более 600 котельных подготовить к отопительному сезону 2022-2023 года, а также подготовить и тепловые сети. То есть это замена теплоизоляции, это замена ветхих участков тепловых сетей. В соответствии с чем региональная тарифная комиссия предусмотрена в тарифе в часть определенных денежных средств, которые у нас идут на проведение, значит, ремонта и подготовки к отопительному сезону котельных. Виктор Ильич, для меня, как для обычного потребителя, гражданина Ставропольского края, на самом деле хочется простыми словами услышать вообще процесс окончания отопительного сезона, который у нас в крае еще частично существует, и самые основные плановые мероприятия, которые на будущий год начинаются. И когда как раз-таки они уже начинают происходить? Вот как только остановили котельные, уже готовимся к следующему отопительному сезону? Да. Значит, мастерами, начальниками участка проводится дефектовка как тепловых сетей, так и оборудования котельных. То есть это потому, что каждая котельная, она отработала очень длительный период. В связи с этим, значит, это включается, предварительно уже включается в планы капитального ремонта, текущего ремонта, вот, и разработаны у нас производственные инвестиционные программы, которыми мы руководствуемся. Вот, значит, останов котельных производится по распоряжению главы администрации округов муниципальных образований, где главы администрации или продлевают после 15 апреля отопительный период, вот, или останавливают, ну, своим распоряжением, мы знаем, что останавливают с 15 апреля. Те котельные, которые были остановлены, в настоящее время, я же говорю, проводятся гидравлические испытания тепловых сетей. После них, то есть, после гидравлических испытаний, то есть, там, где будут образованы порывы, участки тепловых сетей будут заменены, проводится текущее обслуживание и задвижек. На котельных проводят профилактические работы насосных агрегатов, промывка котлов и отопительной системы. То есть, это длительный период. Круглогодичные котельные, они останавливаются на профилактический ремонт в течение вот этих двух недель, которые отведены в соответствии с постановлением правительства. То есть, вот, во время профилактического осмотра данных и ремонта данного оборудования, значит, мы стараемся уложиться, потому что часть оборудованной у нас работает, ремонтируется. А в начале, когда профилактический ремонт останавливаем котельные, мы ремонтируем оставшиеся оборудования, то есть, это один или два котла, которые были в работе непосредственно для обеспечения горячим водоснабжением потребителей. Вот, и в связи с этим мы их в течение двух недель ремонтируем, где-то поддерживаем переключение, и через две недели запускаем в работу круглогодичные котельные. В конце, значит, в течение летнего периода Министерством жилищно-коммунального хозяйства периодически проводятся, значит, кустовые совещания, где определяются все недостатки, процент выполнения, подготовки к осенне-зимнему периоду, по какому району, сколько котельных в каждом муниципальном округе или образовании, сколько котельных подготовлено. Это проводится постоянно с присутствием представителей Ростехнадзора. То есть, это проводится. Где-то обычно 3-4 совещания, таких полностью кустовых по всему Ставропольскому краю проводятся в зависимости от регионов. Восточная зона, западная зона, то есть парадным зонам проводятся вот эти кустовые совещания, где видно процент выполнения подготовки. Значит, в сентябре месяце уже подписываются акты готовности, хотя теплоснабжающая организация не до 1 ноября, вот, подписывается паспорт готовности теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период. И заканчивается ремонт, подготовка тепловых сетей и котельных к работе. Вот такая объемнейшая работа, которая остается вообще за кадром, к сожалению, зачастую и журналистов, и за вниманием наших с вами земляков, потому что кажется, ну, вот сейчас холодно стало, по щелчку пальцев затопят котельные, и будет у нас у всех дома тепло. Ну, на самом деле, мы понимаем, что это обычный системный процесс, который затрагивает, там, десятки, ну, наверное, десятки тысяч километров теплосетей по всему краю, потому что, ну, столько, если учесть, еще каждый из гипт-трубы. Ну, короче говоря, очень массивная работа ведется. Вы, Виктор Ильич, говорили о Невиномыске. Вообще Невиномыску особое внимание стабильно. Город у нас стратегического назначения. Я предлагаю как раз-таки о реконструкции первой, главной тепломагистрали города поговорить, потому что Невиномыск, это не только наша промышленная столица, это еще и очень крупный город-инвестпроект, учитывая его особый экономический статус и интерес со стороны, в том числе, и крупных инвесторов. Мы знаем, что там и агропромышленные предприятия заходят на Невиномыску и землю, открывают там персиковые сады, не так давно мы в актуальном интервью об этом говорили. Ну, в общем, город должен быть готов к напыловому вниманию, к себе. Предлагаю как раз-таки на этом остановиться. Итак, почему же Невиномыску, вот у меня отмечено строительство в скобочках реконструкция, да? То есть, как бы термин между двумя, необходима такая масштабная работа? Ну, потому что я уже, как я еще раз повторю, значит, у нас данные сети, значит, от Невиномыской ПАОНЛ России, значит, построены в 67-м году. Протяженность сетей более 80 километров, и сети находятся, ну, можно сказать, что в удовлетворительном состоянии, но часть участков подвержена коррозии, так как есть агрессивная среда, то есть подпочвенные воды, где тепловые сети выходят чуть раньше срока эксплуатации. Поэтому в связи с этим было принято решение, я же говорю, и при поддержке губернатора, и краевых властей, выделено 107 миллионов для проведения реконструкции тепловых сетей. Вот, сейчас бета-2 километра тепловых сетей, и сейчас уже работы проводятся по улице Гагарина, это реконструкция тепловых сетей по улице Низяева, вот, они тоже точно так же приступают, потому что там рядом с тепловой сетью проходит линия 110 киловольт. Это нужно было согласовывать с сетевыми компаниями, вот, о порядке допуска производства в охранных зонах воздушных линий электропередач. То есть, пока вся эта работа проведена, и сейчас в настоящее время приступают на улице Низяева, приступают к реконструкции тепловых сетей. Это первая магистраль, участки первой магистрали, вот, они будут отремонтированы. У нас там первая и вторая магистраль, которые идут по этому. Также проводится реконструкция на 47 миллионов, это реконструкция тепловых сетей, квартальных тепловых сетей. Уже ответвление от магистральных тепловых сетей. По квартальным сетям точно так же работы еще проводились и в зимний период. Вот эти окна теплые, они дали нам возможность проведения тепловых сетей. Останется только, как я и сказал, профилактический ремонт, когда мы остановим. Может быть, по просьбе, если вдруг не будем успевать, то постараемся согласоваться с главой города вопрос о продлении вот этих 14 дней для подключения новых, в новопостроенных тепловых сетях, подключения к основным магистралям. Ну, я думаю, согласовать с Михаилом Анатольевичем Юнковым это вполне реально. Если, друзья, вы сомневаетесь, откройте сайт нашего телеканала stv24.tv, вкладка программы и ответственный. Моя коллега Анна Поляруш и ее, скажем так, теплая, душевно-человеческая беседа с главой Невиномыска уже в архиве нашего телеканала. Заходите к нам на сайт и познакомьтесь с главой Невиномыска чуть поближе, за пределами его служебных полномочий. Не только с ним, но и с его одним из друзей, в этом случае четвероногим. Ну, в общем, ответственный на сайте телеканала stv24.tv. Я, в свою очередь, как житель Ставропольского края, хочу поблагодарить коммуновщиков за этот сезон, потому что мне было тепло. Я думаю, моим родителям тоже было тепло, моим друзьям было тепло проводить эту зиму. И, в свою очередь, поговорить вообще о Край Теплоэнерго, наверное, с вами, и о ее значимости в структуре вообще жизни, деятельности, обеспечении жизнедеятельности нашего края, ну, под призмой, собственно, Министерства имущественных отношений для нашего края. Край Теплоэнерго. Что это значит вообще в общих чертах и в каких-то частностях сугубо профессиональных? Край Теплоэнерго, как я уже говорила ранее, что это крупнейшая наша теплооснабжающая организация. На сегодняшний день Край Теплоэнерго проведена реорганизация. Соответственно, у нас был укрупнен один георгиевский филиал и были образованы три новых филиала. В состав Край Теплоэнерго вошли 132 новые котельные и порядка 110 километров новых тепловых сетей. Основная задача края – обеспечивать на постоянной основе техническое состояние тепловых объектов нашего энергоснабжающего предприятия, так как основной потребитель тепла в нашем регионе, конечно же, наше население. Ну и хочу отметить, что по результатам реорганизации в Край Теплоэнерго были приняты порядка 500 работников реорганизованных предприятий, что тоже очень важно ввиду сегодняшней ситуации по вопросу трудоустройства нашего населения. Виктор Георгиевич, ну вообще масштабирование Край Теплоэнерго для самого предприятия, понятно, Елена Васильевна, и отношение исполнительной власти нашего края, но и изнутри ситуация. Как благоприятственно, наоборот, влияет на работу Край Теплоэнерго? Ну смотрите, значит, в принципе, на нашем предприятии у нас для работников созданы благоприятные условия работы. Почему? Потому что достойная заработная плата, обеспечение социальное полностью. У нас ежегодно минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда, она ежегодно повышается. То есть заработная плата возросла у нас на 9% у работников по отношению к предыдущему году. Работники предприятия получают все компенсационные и симулирующие выплаты. То есть это работы в ночное время, это праздничные дни, это выходные дни, это за профмастерство. Вот за вот это работники предприятия у нас постоянно, они, значит, производятся симулирующие выплаты. Также проводится и ежемесячно полностью примирование наших работников. Выплаты по заработной плате у нас, они проводятся регулярно для работников. Вот в начале и в конце месяца задолженности по заработной плате у предприятия нет, она отсутствует. У нас очень низкая текучесть кадров на предприятии, всего лишь 11%, при средней списочной численности 2700 человек. Из них у нас еще плюс есть сезонные работники, это порядка 1100 человек, это сезонных работников, которые работают на сезонных котельных. Это операторы, которых мы привлекаем в сезонный период. С 2018 по 2022 год у нас 404 специалиста предприятия прошли повышение квалификации. То есть вот этому у нас особое внимание уделяется на предприятии, значит, и переподготовку. Здесь заинтересованы и мы в усовершенствовании, потому что меняется подход к эксплуатации оборудования, потому что оборудование на котельных устанавливается энергоэффективное оборудование, современное оборудование. Часть котельных переведены в автоматический режим работы, поэтому и приходится, хотели бы не хотели, но надо обучать персонал, проходить переподготовку. Из бюджета Ставропольского края у нас были компенсированы затраты на переобучение предпенсионеров. Нам выплатили порядка 250 тысяч рублей. В настоящее время у нас очень много персонала работает до 30 лет. Молодые специалисты, которые приходят, работают у нас. Для них предоставлены все возможности работы на предприятии. У нас ежегодно мы заключаем договор с Северокавказским федеральным университетом на целевое обучение персонала. Это теплогазоснабжение, вентиляция факультет. Где-то около 4-5 абитуриентов ежегодно у нас поступает. Практику проходят молодые специалисты, приходят к нам на предприятие и проходят производственную практику. В связи с этим, я же говорю, молодежи у нас уделяется очень большое внимание на предприятии. Потому что молодые кадры – это будущее нашего предприятия. Так что все внимание для кадрового обеспечения производства у нас уделяется. Виктор Ильич, так позитивно описали свое предприятие. Вот сейчас додумался даже, может, в край теплоэнерго пойти работать. Я думаю, еще много можно говорить о теплее. Но сегодня точки на дыр оставлены, начиная с организационных моментов, заканчивая самыми деталями внутренней кухни. Спасибо огромное, уважаемые гости, за то, что нашли время, пришли сегодня в студию нашего актуального интервью. Друзья, спасибо вам за то, что были с нами в эфире телеканала СВТВ Ставропольский край. Берегите тепло родного дома и оставайтесь на своем.